всем привет это не маги это костя но все еще видеоблог магазина сникер хэд и сегодня у нас будут нестандартные новости про беговые кроссовки в америке в остине недавно закончилась самая крупная выставка the running event более 280 брендов представили свои новинки и кроссовок и одежды и электроники сегодня мы зацепим самые навороченные кроссовки но для начала посмотрим на корни из чего это все выросло для того чтобы разобраться в беговых кроссовках которые выпускают сегодня nike adidas puma ribok mizuna asics давайте посмотрим на 130 лет назад в 1892 году впервые компания kets выпустила обувь которая была адаптирована к правой и к левой стопе она была на резиновой подошве абсолютно бесшумная по сравнению с теми кожаными ботинками с набойками и каблуками в которых все ходили и получила название в простонародье сникерс то есть не кап от американского подкрадываться серийное производство обувь попала в 1917 году и именно в этом году маркус конверс выпустил свои кроссовки all-stars для баскетбола который в свое время одобрил чак тейлор и это да вы правильно поняли самая продаваемая спортивная обувь за всю историю но популярность кроссовкам пришла не так быстро было еще несколько промежуточных этапов в 1936 году один даслер начал сидеть слова которым мы сегодня привыкли применительно к распространению кроссовок среди звезд свои новые шиповки кожаные с шипами сделанными вручную в олимпийской деревне до перед олимпиадой 1936 года звезда легкой атлетики афроамериканец джесс оунс выиграл 4 золотых медали на олимпиаде 100 метровка 200 метров к эстафета 4 по 100 метров и прыжки в длину это был неслыханный успех темнокожего спортсмена тем более в то время в германии всем стало очевидно что обувь в определенных видах спорта может давать колоссальное преимущество может влиять на спортивные результаты и все лаборатории которые стали работать на будущий успех спортсменов возвели в статус супер секретных лабораторий очевидно новые технологии разработки в обуви и экипировки способствовали улучшению результатов спортсменов которые становились звездами того времени как и киноактеры в первую половину двадцатого века кроссовки носили преимущественно атлеты и спортсмены в командах но после того как на экраны в америке вышел фильм бунтарь без причины с джеймсон дином все подростки стали носить кеды в повседневной жизни впоследствии продажи кроссовок выросли колоссальным образом после того как майкл джордан в 1984 году подписал контракт с nike на использование экипировки бренда во всех своих матчах к этому моменту в америке спорт стал развлечением для большого количества людей а индустрия получила колоссальные инвестиции толпа хотела зрелищ и в бренды потекли деньги и технологии 50 60 70 кроссовки для бега выглядели у всех брендов одинаково и появилась идея необходимо выделить каким-то уникальным дизайном или элементом внутри этих кроссовок свой продукт среди аналогичных компания nike в конце семидесятых придумала поместить капсулу с инертным газом внутри амортизирующей платформы тем самым выделив свой продукт уже через год в 1978 году появилась первая опытная модель tailwind после этого компания nike в конце восьмидесятых выкатила свою культовую модель вот здесь она у меня представлена air max 1 после этого закрутилась завертелась еще через пять лет а секс закатывает гель своей амортизирующей платформы еще через пять лет мизуна выдумывает пластину которая создает дополнительный импульс и стабилизацию амортизирующей платформы и это три основных бренда которые получили уникальную технологию и используют ее по сей день совсем недавно в остине 1 декабря завершилась самая крупная выставка беговой индустрии the running and более 280 стендов все 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 присутствовали буквально на этой выставке давайте пробежимся по самым значимым экземплярам и вообще поймем что же произошло именно на этом вот самое жирное обновление у американского бренда хока который очень сильно примелькался уже нам и мы на улице узнаем его среди сотен других аналогичных кроссовок благодаря толстым амортизирующим условия модели rocket x2 на самом деле эти кроссовки для быстрого бега сюда закатили во втором поколении супер пену супер пену которая была изготовлена из касторовых бобов эти бабы собирают индусы изготавливают из этих бобов масло после этого масло подвергается химической обработке и мы получаем самую совершенную пену для спорта которая является самым упругим материалом он не сильно износостойкий кроссовки эти проживают где-то 250 километров и можно их выбрасывать если если вы хотите показать свои самые быстрые секунды обратите внимание на модель внутри карбоновая пластина и super colorway это слово я выучил специально для этого подкаста если вы не собираетесь ставить рекорды бегать супер быстро если вам нравятся кроссовки хока для того чтобы использовать их каждый день на улице гулять путешествовать или совершать легкие пробежки следующем году выходит кстати уже в феврале на американском рынке выходит обновление культовой модели буквально бестселлер бренда clifton девятое поколение полностью переработали амортизирующую платформу фиксации стопы как всегда на высоте немножко шире стала модель в середине для того чтобы устойчивости добавить снизу на подметке появились дополнительные резиновые плиты для того чтобы еще больше увеличить износостойкость пена материала как вы помните впервые когда хока появилась мы все не удоумевали каким образом можно выполнить смесь и вей настолько износостойкой чтобы она не стиралась об асфальт и все так и было на самом деле первые 100 километров пена начинала пушиться а потом прекращала и мы могли добегать уже в свои 1000 1200 километров в этих кроссовках без проблем если вы носите эти модели по 8 часов в день не забывайте их очищать своевременно для того чтобы вымывать пыль и пот из сетки чтобы она не рвалась на изгибах следующий бренд который приковал наши взгляды это adidas модель prime x второго поколения эту модель отличает супер толстая амортизирующая платформа которая выходит за рамки дозволенного для того чтобы бегать в них соревнованиях и попадать в официальный зачет всемирная федерация легкой атлетики несколько лет назад на волне бесконечных новых технологий и увеличивающихся стеков приняла правила которые регламентируют что кроссовки должны быть толщиной не более 40 миллиметров в prime x больше почти 50 миллиметров кстати недавно есть такие соревнования железный человек ironman который проводится по всему миру который состоит из трех этапов плавание велосипед и в конце нужно еще пробежать марафончик да да парень пробежал быстрее всех за всю историю именно в этих кроссовках так как ironman это коммерческие старты регламент всемирной федерации легкой атлетики здесь не работает можно бегать в чем хочешь можешь заправлять свои кроссовки любым топливом и показывать любые самые крутые результаты prime x во втором поколении еще очень выделяется сильно новой технологии плетения верха future craft стран эта технология выплетания буквально сетки машиной искусственный интеллект плетет только там где нужно не нужно использовать подкладочные слои не нужно делать многослойную сетку которая задерживает влагу или препятствует паропроницанию или вентиляции вашей стопы внутри супер комфортно очень круто ткань сама сохнет во время тренировки благодаря восходящим потоком воздуха во время бега и также теплу вашей стопы выглядит очень футуристично я думаю что эта технология плетения верха скоро перекочует на большинство моделей которые мы можем приобрести в сникерсторах рассказав про adidas нельзя не упомянуть про пуму все мы знаем насколько тесно связаны истории эти бренды у пумы есть очень футуристичная модель fast air nitro elite супер пена супер пластина две разделенные части амортизирующей платформы супер узкая колодка буквально как шиповки сидят на ваших ногах и позволяют показывать самые крутые секунды в целом ну очень неоднозначно по дизайну супер запоминающиеся в этом году кроссовки были представлены в таком очень огненном оранжевом цвете и в нашей стране у контрактных атлетов пума такие кроссовки были на стартах у юры чечина и лены коробкиной они засветились они круто погоняли выглядит все конечно супер запоминающиеся но эти кроссовки очень сложно достать если у вас получится расцветка которая была специально приурочена к сингапурскому марафону на ваших экранах попробуйте на самом деле никто не пропустит взглядом когда вы будете юзать эти кроссовки на улице японцы из мизуна также собрали свой стенд на выставке и показали нам модель которая будоражит умы и инстаграм и по всей планете все чуваки которые делают обзоры пытаются заполучить эту модель себе на тест но мы про нее уже кое-что знаем амортизирующая платформа выполнена по новой технологии обратите внимание как у нее вырезана пятка и как подрезана передняя часть 2 амортизирующих материала мизуна energy light наверху и мизуна energy light внизу только с индексом плюс по верхней части посередине карбоновая пластина выгнутая под стопой в очень интересной геометрии во время бега в этих кроссовках ощущение как будто вас очень агрессивно подталкивает вперед и вверх эта модель дебютирует в европе в конце января ее можно будет заказать выйдет в двух расцветках очень интересное обновление от японцев которая возвратит их в гонку вооружений брендов которые изготавливают самую супер боевую обувь на выставке были представлены не только модели для бега в городе по асфальту по ровным поверхностям также сейчас популярность набирает trail running бег по пересеченке давайте посмотрим какие модели здесь засветились конечно же new balance обратите внимание на эту монструозно толстую платформу вообще непонятно как бежать по пересеченке в такой толстый амортизирующий платформе потому что мне кажется вообще поверхность не будет ощущаться как ставить ногу ведь камни шишки корни но new balance обещает что все будет просто супер-рок модель mo trail версия 3 новая система сцепления конечно коллаборация с брендом вибром компания которая изготавливает самые лучшие резиновые смеси для всех типов супер крутой обуви от альпинистских ботинок для беговой обуви расцветка не оставит нас равнодушной ну и дизайн супер запоминающийся на самом деле вы видите что от модели к модели толщина кроссовок не уменьшается и этот тренд задала именно хока не зря мы с нее начали весь этот обзор но пожалуй самым интересным стендом с моделями для бега по пересеченке был спидланд бренд очень молодой дэв дамброу и кэн фэллон чуваки которые возглавляли группы разработок в брендах андер армор пумы и nike закатили свой бренд у них есть контакты по производству самых крутых материалов а их компиляция это то что получается у них лучше всего обратите внимание супер colorway супер материал этот тоже поле эфир блокомид пена самая крутая на рынке и система фиксации боа казалось бы очень сложный продукт но этот продукт пытаются заполучить сейчас все trail runner и потому что внутри стоит карбоновая пластина бренда carbitex в отличие от других карбоновых пластин пластина от carbitex а мягкая ваша стопа работает более естественным образом не перегружая тем самым поясницу да это очень важно если кроссовки не будут сгибаться в передней части первое что вы почувствуете это дополнительное напряжение в пояснице поэтому не используйте карбоновые кроссовки для бега и для прогулок в течение всего дня если не готовы к этому и вишенкой нашего обзора будет новая расцветка новых альфа флаев и вапер флаев расцветка которая приурочена к знаменательному событию кипчоги который недавно в альфа флаев установил мировой рекорд на марафоне это происходило в берлине в подобной расцветке в 2003 году выиграл золотую медаль чемпионата мира в беге на 5000 метров поэтому еще раз бег кроссовки ваш комфорт и общий стиль они супер взаимосвязаны обратите внимание на сегодняшний обзор и вы будете в курсе почему через 10 лет вы будете носить те кроссовки которые придумают вышеперечисленные бренды а еще у нас есть сникер хэде темпа next процент модель которая приурочена как раз в качестве поддерживающей альфа флаев в которых кипчоги установил мировой рекорд эти кроссовки необходимо для того чтобы привыкнуть к тем ощущениям которые альфа флай и вам подарят упрощенная версия амортизирующей платформы нету жесткой пластины которая бы перегружала поясницу супер супер сетка сверху которая обладает потрясающей паропроницаемостью вы не будете ощущать излишнюю влагу внутри потому что в зависимости от того какие носки выберите эта сетка может работать абсолютно по-разному если носки будут более пухлые они будут забирать на себя лишнюю влагу а если нет вы покажете самые быстрые секунды в этой модели аккуратнее на поворотах очень толстая амортизирующая платформа два баллона в передней части способны завалить вас и выкинуть трассы не разгоняйтесь всем бег подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях с вами был костя всем сникер хэд